всех приветствую себя на канале это рукодельный канал красивое тепло и меня зовут ольга в сегодняшнем видео я вам покажу как я за неделю связала 7 изделий я начала марафон в понедельника начинала одно изделие и так каждый день в течение недели и в конце недели у меня получилось 7 изделий в этом видео я буду показывать как я начинаю изделия как у меня продвинулась работа и так каждый день один день одно изделие посмотрев это видео может быть вы тоже вдохновитесь и решите также как и я сделать себе такой же марафон там видео я еще вставляю кадры фото и видеосъемки с улицы хотела бы вам сказать что у нас до сих пор еще зима днем до минус одного ночью минус 20 градусов снег лежит никуда не делся он еще и идет новый так что не пугайтесь это кадры новые 29 марта на дворе у нас зима такая погода у нас северном краю но все равно хочется весны и солнышко цветовый вот приходится радовать себя вот таким способом украшая хотя бы фон с цветочками если вы впервые на моем канале я предлагаю вам оставаться вместе со мной подписаться на мой канал нажать на колокольчик чтобы не пропускать новые видео обязательно досмотрите это видео до конца и в конце вы увидите все связанные изделия во всей красе будут фото и видео желаю вам приятного просмотра все изделия которые я вам буду показывать сегодня связаны из пряжи пух норка недавно на моем канале вышло видео с распаковкой где я открываю посылку с пряжей пух норки ссылку на это видео я оставлю внизу в инфобоксе сегодня 22 марта понедельник и в этот день я начала свой первый недельный процесс на этой неделе я собираюсь каждый день заводить новый процесс и в понедельник у меня вот такой процесс это повязка повязку вижу из пуха норки в две нити на спицах 325 на моем канале есть подробный по петельный мастер-класс это один из первых моих мастер-классов я буду вязать и записывать новый мастер-класс и выложи его на канал вязала я еще год назад эту повязку и вижу точно также по своему мастер-классу цвет норки у меня такой вот красивый припыленной вот так вот видно припыленный ягодный он не яркий ну вот так лучше всего передается с утра я начала вязать и провязала до нужной мне длины дальше продолжу работу уже без камеры сегодня у меня вторник 23 марта вчера я начала свой процесс 1 в понедельник это у меня вот такая двойная повязка она двойная широкая и с красивым узелком на эту повязку я успела снять даже мастер-класс так что на моем канале выйдет скоро такой мастер-класс у меня уже есть мастер-класс по такой повязки я решила переснять итак второй день моего марафона когда я начинаю новое изделие и сегодня я начинаю новое изделие я буду вязать берет из пуха норки вот в таком нежно-голубом цвете еще сегодня я подключусь и покажу как у меня продвинулась работа начало вторника у меня вот такое пока только вот самые самые зачатки вы посмотрите на этот цвет просто чистое голубое небо классный цвет вяжу с удовольствием наслаждаюсь этим цветом встретимся чуть попозже когда день подойдет концу и посмотрим на результат что у меня в конце дня сегодня мы уже среда 24 марта и у меня готов второй процесс который я начала во вторник это берет вот такой я его начала во вторник утром закончила вечером еще он не постиран на сегодня задача у меня постирать этот берет берет связан из пуха норки в три нити в три основные нити и три дополнительные я взяла такое сложение нити для того чтобы берет был очень теплым непродуваемым и держал форму у берет а здесь вот такой двойной край сначала убери то идут прибавки а затем равномерные у бабочки и в конце я вывязала вот такой хвостик свою работу я выполнила за вторник и сегодня я приступаю к третьему процессу я также буду вязать из из этой пряжи компаньон к берету будет косынка либо бактус как еще называют и уже с утра я начала свою работу косыночку я буду вязать от одного угла к другому вяжу из этой же пряжи в две ниточки на спицах 4 миллиметра вот мое начало на сегодняшний день как будет продвигаться моя работа я вас буду держать в курсе на сегодняшний день моя задача вязать этот процесс и постирать беретик и затем мы с вами встретимся и посмотрим как я продвинулась в своей работе берет я вязала по своему мастер-классу это очень удобно зайти посмотреть и связать не думая не рассчитывая все вязала по петель на как у меня в мастер-классе единственное что в мастер-классе я показывала другие убавки проходите на мой канал и вяжите такой беретик ссылочку я оставлю под этим видео мастер-класс очень подробный по петельные для новичков проходите с удовольствием вяжите ровных вам петелек мастер-класс 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 марта и вот такое мое продвижение по моей работе я начала вчера бактус связала я половину изделия по этой части у меня получилось 65 сантиметров а ширина косынки около пятидесяти сантиметров вот здесь напомню вижу я из пухонорки в две ниточки спицами 4 миллиметра получается очень такое пластичная легкая пряжа уже в полотне распушилась вот такой красивый цвет у меня эту работу я пока отложу и приступлю к новому процессу так как у меня сегодня новый день и новый процесс и сегодня я начну новое изделие также из пухонорки из этого я уже вязала в первый день повязку на голову и сюда в комплект я свяжу митинги это сегодняшнее мое задание будет ждем результата что получится очень захватывает меня этот процесс когда начинаешь новое изделие думаешь успеешь не успеешь но с бактусом конечно я не успела когда начну вязать митинги я вам покажу свой процесс и вот мое начало работы посмотрите как интересно смотрится скрещенная резинка решила я сделать такую изюминку и вязать скрещенной резинкой какой дальше будет рисунок я не знаю я придумываю на ходу то что мне придет в голову то и я и буду вязать я обязательно вам покажу результат сегодня у меня пятница 26 марта и готова моя очередная работа это вот такие митинги это у меня экспериментальный вариант я пробовала как они будут сидеть какую длину лучше вязать какую ширину какой пальчик длиной сейчас я примерю вам покажу я их уже постирала и после стирки они у меня немножко подсели потому что я вязала очень плотно вот так они смотрятся очень мне нравится но получились очень плотненькие после стирки здесь я вывязала такой интересный рисунок вязала я в две ниточки на спицах 325 пряжи ушло совсем чуть-чуть рука у меня маленькая поэтому размер маленький но следующие я буду вязать уже на побольше для других размеров мне такая модель очень понравилась очень красивые и самое главное что очень теплые посмотрите какой пальчик у меня получился резинка скрещенная интересно смотрится и этот рисуночек очень довольна этой работой их можно конечно вязать разными можно пальчик сделать покороче но мне кажется вот такая длина сама то и здесь можно по длине и покороче их связать вот эта модель для меня просто идеальная очень мне понравилась буду еще такие вязать на подарки вот вы знаете я вижу очень давно очень много лет но вот такое изделие я связала для себя впервые у меня ни разу не было митинг но я поняла что это очень классная вещь когда мерзнут вот здесь руки а пальцем вроде не холодно так что в этом году у меня будут ручки в тепле и так как сегодня уже пятница то у меня новое изделие я начала уже с утра шапочку вяжу я из пухонорки в таком красивом молочном цвете он светло-бежевый либо молочный вяжу шапочку в 4 нити плюс 2 дополнительные катушечные резинкой один на один на спицах 5 миллиметров это будет у меня просто обычная шапочка с собой самой простой макушкой на моем канале есть подробный попетельный мастер-класс для начинающих кто хочет связать себе такую простую шапку базовую проходите и вяжите по мастер-классу ну у меня начало дня продолжаю свою работу и посмотрим что у меня получится пока я всем довольна буду вязать продолжать свою работу и еще у меня впереди два дня это суббота и воскресенье у меня наступила суббота 27 марта и я вам представляю готовую работу за пятницу с этой работой я справилась быстро но еще не успела ее постирать после того как я вам покажу ее я ее постираю по этой шапке долго останавливаться не буду она очень простая связала ее на одном дыхании и ее носить будет одно удовольствие она легкая теплая и после стирки еще и распушится будет еще и красиво вяжется легко и быстро справится любая начинающая такой у меня будет новый процесс из этой пряжи это пух норка белого цвета он чисто чисто белый мне нужно связать еще один бактус либо косынку так что я приступлю сегодня к этой работе и суббота у меня будет посвящена косынке начало моего нового процесса за субботнее утро вот я уже начала косынку и вяжу на спицах 4 миллиметра это нит про зинк они алюминиевые и вы знаете на пухе норке они скользят лучше чем я вязала на чагу эти спицы мне понравились больше в работе и первый бактус голубой я вязала на спицах 4 миллиметра этот я вяжу на 4 с половиной здесь полотно мне нравится больше она более воздушная пластичная за счет того что она не такое сбитое я так думаю что полотно распушиться сильнее так как у него будет место куда будет выходить пух все пошла продолжать работу и с результатом к вам вернусь ну вот я и подобралась к заключительному своему дню когда я начинаю один день одно изделие и сегодня 28 марта воскресенье и на сегодняшний день опять я провязала очень мало вчерашний процесс который я начала это у меня бактус и я его провязала так же как и первый голубой 50 сантиметров у меня ширина и 65 вот сюда в длину размах крыла работа для меня оказалось вязание косынки это конечно не очень увлекательное занятие лицевая гладь вяжется скучновато поэтому у меня наверное эта работа и не продвинулась намного но я не теряю надежду я же конечно все это закончу голубую косынку и белую косынку я закончу главное что я начала я долгое время не могла даже начать а здесь я уже начала и провязала половину когда я закончу седьмое изделие я конечно же приступлю к довязыванию этих двух косынок а сегодня я начну новое изделие это будет под номером 7 изделия будут митинги еще одни изделие под номером 7 я буду вязать из бежевого цвета из которого я вязала шапочку я буду вязать митинги только уже на размер больше будут митинги буду вязать также такую же модель как я вязала первые свои митинги только изменю может быть рисунок немного и больше размер будет также буду вязать на спицах 325 приступаю к работе и начинаю свое новое изделие и так вот мое начало только-только начала также я вяжу скрещенную резинку как же мне нравится эта скрещенная резинка на пухи норки очень хорошо смотрится вот уже провязала почти манжет еще немножко и буду уже вывязывать пальчик также вяжу как первую модельку свою добавила несколько петель для того чтобы немного увеличить размер все буду продолжать дальше работу сегодня у меня 29 марта понедельник и это день в который я завершаю свой недельный марафон который я придумала сама себе для того чтобы быстренько связать всю мелочевку до которой не доходили руки этот марафон заключался в том чтобы каждый день начинать одно изделие и неважно закончу я его или не закончу главное его начать и вот перед вами это седьмая моя работа которую я начала в воскресенье я такую модель уже связала только в другом цвете и вот посмотрите как они отличаются немного здесь изменила рисунок начало и конец изделия одинаковые но здесь вот вот такое отличие в рисунке вяжется легко и просто такое изделие и я их связала очень быстро вязала из пуха норки как они смотрятся на руке я вам сейчас покажу эти немного я сделала побольше пошире здесь и здесь шире вот так они смотрятся вот такой пальчик очень довольна этой работой я молодец красивая вещица получилось единственное что было у меня загвоздка в этом рисунке у меня получалось постоянно дырочка я ломала голову как же ее избежать и все таки нашла я выход из этой ситуации и вот еще раз вам покажу отличие рисунка на одной митинге и на второй вот видите это прям вообще у меня села по руке она плотненько это побольше пошире вот как смотрится рисунок какой рисунок вам больше нравится мне кажется они хороши с этим рисунком и с этим рисунком такую модель я буду с большим удовольствием повторять еще много раз очень уж мне они понравились даже могу сделать описание на них либо снять мастер-класс и вот мой итог работа за неделю у меня получилось пять изделий которые я полностью завершила и бактусы мне предстоит еще завершать но это займет всего лишь пару дней и я их закончу я считаю что у меня получился неплохой результат я не торопилась вязала все по мере возможности и вот такая неделя вязально у меня получилось вот такой результат все то что я связала очень мне понравился этот марафон он дает возможность поставить задачу и идти к этой цели так как это вещи маленькие их бывает порой не хочется начинать а в этом марафоне хочешь не хочешь нужно сделать начать и может быть даже и закончить эту работу я считаю что для меня это результат неплохой как считаете вы напишите мне в комментариях еще напишите что больше всего вам понравилось из моей работы и может быть вы хотели бы еще увидеть мастер-класс мастер-класс у меня есть по повязке даже два мастер-класса на моем видео канале на такую шапку я тоже выпустила мастер-класс кого она заинтересовала проходите и смотрите береты также на моем канале есть мастер-класс по бактусам я не делала мастер-класс я думаю их достаточно на ютюбе поэтому я не стала выпускать свой мастер-класс это достаточно простая вещь и поэтому я воздержалась хотя для того чтобы удобнее было зрителям можно было конечно записать и косыночку чтоб все мастер-классы были на одном канале и вам было удобно понедельник вторник среда четверг пятница суббота в воскресенье прям такой чудесненький комплект неделька получился очень мне нравится а как вам пишите очень красивые комплекты получились у меня будет берет с этой косынкой шапочка будут с митингами и такая весенняя повязка будет тоже с митингами для этого бактуса у меня есть уже связанный берет и к новой косынке белого цвета есть вот такой связанный уже готовый берет замечательный комплект очень красивый и стильный после того как я закончу бактусы я еще придумала одну изюминку к ним я вам обязательно покажу но это уже будет в другом видео если вам будет интересно обязательно подписывайтесь на мой канал ставьте на колокольчик чтобы не пропускать новые видео и конечно же не забывайте ставить лайки этому видео писать комментарии мне будет очень приятно большое спасибо вам за просмотр я надеюсь что я вас вдохновила своими работами желаю вам ровных петелек до новых встреч пока 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 Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры DimaTorzok